5 мая этого года в московском аэропорту Шереметьево случилась страшная катастрофа. Разбился сухой суперджет 100 аэрофлота, следовавший в Мурманск. У самолета спустя некоторое время после взлета начались неполадки и пилоты приняли решение возвращаться. Однако во время жесткой посадки от удара о взлетную полосу самолет загорелся. Погиб 41 человек. Среди жертв трагедии был и наш земляк Максим Воробьев. Сейчас его супруга судится с авиакомпанией. Наталья и Максим жили в браке больше 10 лет. Воспитывали двоих детей. Младшему сейчас 9. Однако семейное счастье в одночасье рухнуло, сгорев вместе с авиалайнером в огне пожара в аэропорту Шереметьево. О былом Наталье напоминают лишь оставшиеся в альбомах снимки. Вот счастливые молодожены запечатлены у входа в ЗАГС сразу после свадьбы. Здесь Максим Воробьев держит на руках сына, наследника. Вот уже подросшие дети вместе с родителями встречают Рождество в деревне Санта-Клауса. Катастрофа 5 мая перечеркнула жизнь целой семьи жирной линией на «до» и «после». Ну это вообще самое жуткое, что было со мной вообще за все 38 лет, которые я пережила. Скажем, я вообще не помню, после вот несколько месяцев своей жизни у меня вообще выпали из моей жизни. Поэтому как переживала? Конечно переживала. И до сих пор переживаю. Вспоминать о том дне Наталье нелегко до сих пор. Женщина была в отпуске с детьми, когда узнала о катастрофе. Первые сообщения в них утверждали, что погиб лишь один человек. Обнадеживали. Женщина пыталась дозвониться до мужа снова и снова. Узнавала информацию через родных и родственников. Затем сообщили о том, что из 78 пассажиров самолета выжили лишь 37. Остальные выбраться не смогли. Чуть позже опубликовали списки погибших. Среди них оказался и Максим Воробьев. Вообще, все ребята, которые погибшие, конечно, погибли жуткой смертью. Все, кто сидел с 15 по 20 ряд, они от того, что загорелся самолет, они рухнули в багажное отделение всей, заживо погибли. Вот это, естественно, нигде не освещалось. Это уже потом нам об этом говорили, следователю об этом говорилось нам. Узнав ужасные подробности трагедии, Наталья получила нервный срыв. И на два месяца попала в больницу. А в июле представители аэрофлота принесли ей на подпись бумаги. Представители ответчика обращались к семьям погибших, предоставляли исковое заявление с требованием к ответчикам о взыскании компенсации морального вреда в размере 600 тысяч рублей. Несколько семей погибших согласились данными исками, в связи с чем в районах суда города Мурманска рассматривались дела о взыскании с пауэрофлота и альфа-страховании данных денежных сумм. Данные дела были закончены мировыми соглашениями. Семья моей доверительницы посчитала указанную сумму достаточно унизительной, в связи с чем нами было подготовлено исковое заявление с другими финансовыми требованиями. Наталья уверена, ответственность за авиакатастрофу целиком и полностью лежит на руководстве аэрофлота. И авиакомпания должна понести справедливое наказание, считает она. Меня возмущает не сколько сумма требований аэрофлота. Мы всегда летали с мужем только аэрофлотом. И никакими другими авиакомпаниями. Меня, скажем, авиакомпания Аэрофлот позиционирует себя в России, занимает первое место среди российских авиаперевозчиков. Позиционирует себя как один из лучших авиаперевозчиков. Поэтому такое отношение у них сложилось к потерпевшим, что они предлагают мне 600 тысяч рублей морального ущерба за то, что я потеряла любимого человека, супруга. Получается, что можно любого другого человека убить и моральный ущерб заплатить ему в 600 тысяч рублей. И в этом будет вся справедливость. Сильно потерю отца переживали и дети. Если старшему ребенку, дочери при помощи психологов, что папа не вернется, объяснить удалось, 9-летний сын до сих пор не принимает этот факт. Сама Наталья только месяц назад перестала наблюдаться у врача. Но продолжает принимать сильные препараты, которые помогают ей хоть как-то мириться с произошедшим. Но для Аэрофлота это не показатель страданий. Аэрофлот оценивает и считает помощь, оказанную иными лицами. Хотя именно Аэрофлот является ответственным за произошедшее событие. И именно Аэрофлот должен приложить все усилия для индивидуальной работы с каждым родственником, для решения всех финансовых вопросов мирным путем. К слову, по имеющимся неофициальным данным, Аэрофлот за сгоревшее воздушное судно получил страховую выплату в полном объеме. И получается, что в результате данной катастрофы Аэрофлот никоим образом не пострадал. На стороне ответчика и прокурор. Тот, кто должен защищать права пострадавших, требует у женщины доказать, что она действительно страдает из-за гибели супруга. Я не знаю, как можно показать, что человек потерял супруга, любимого человека. И какие моральные. Не знаю. У меня жизнь разрушена. У меня другая жизнь. Моя жизнь, ну, та, которая была, она просто закончена. Какие могут быть моральные. Несмотря на то, что женщине трудно говорить о произошедшем в мае, судиться она намерена до конца. Также Наталья поддерживает связь с другими родственниками погибших в самолете мурманчан. Люди до сих пор не оправились от своих потерь. Тем не менее, срок искового заявления по таким делам – три года. И в будущем эта катастрофа для Аэрофлота может обернуться групповым иском. Продолжение следует...